Недопонимания решаются деликатными разговорами. Вы можете, дорогой брат, мы что-то друг друга плохо понимаем. Не всегда казалось, что вам очень нравилось жить. Мы же санкциями умываемся с 2009 года. Российское руководство превратило Россию в урну для плевков. Чего вы удивляетесь, что и Литва доплюнет. Поверьте, они все правильно, они занимают правильную позицию. Они патриоты. Но это секрет. Знаете, это во время Второй мировой войны умели попадать по мостам. Не обозначено GPS на отпуск, кстати. Какие фрукты, какие нахрен конфликт. Трусы нам закупите с майками. Носки нам нужны позарез. У нас этого ничего нет. Мы долгое время обсуждали, что ситуация вокруг Тайваня может стать переломной. Какие у вас сейчас ощущения, будет, не будет операция? Товарищ Си Цзиньпинь, понимаете ли, изучив опыт Российской Федерации, зафиксирует, что армия имеет право вести невоенные действия. Но у нас же не война на Украине, у нас война с Западом. На Украине у нас специальная военная операция. Но вот китайская армия имеет право вести специальные невоенные операции. Как вы думаете, он это про что говорил? Про джунгли Бирмы? Или про урановые месторождения Краснознаменска, вычерпанные еще 20 лет назад? Я думаю, что он говорил это про Тайвань. Правда, военные аналитики говорят, что сейчас на повестке дня отношения между Турцией и Грецией значительно более критичны, чем ситуация вокруг Тайваня. Ну, во-первых, китайская система управления эффективна, то есть закрыта для посторонних. А во-вторых, приближается съезд. И противостояние патриотов и либералов накануне съезда овостряется. Владимир Владимирович Путин очень хорошо показал товарищу Си Цзиньпиню, как поступать в таких ситуациях, как из либералов девос-патриотов. Одним легким движением руки. Ну, заодно можно и коронавирус увеличить окончательно. А то он там что-то распояснулся в Китае. Так что я думаю, что на повестке дня все это остается. И это будет способ замочить китайских либералов. Просто раздавить в смятку. Потому что ждать съезда и на съезде выяснять с ними отношения, извините, это риски, которые я ничего бы приемлю. Еще раз, я не знаю внутри китайских обстоятельств. Понятным причинам я там три года не был. Я как бы никогда не говорю об этом с китайцами. Потому что на моем уровне это некорректно. Это невежно. То, что я не говорю с китайцами, не означает, что китайцы не говорят с ними. Я же иногда слушаю. Я спрашиваю иногда, слушаю. Так что там все достаточно напряженно. Это не значит, что Китай 100% воссоединится с Тайванием до съезда. Нет. Нет. Это вопрос о власти. И Син Цзиньпинь может победить либералов на съезде, а будет решаться на самом деле его нарушение заветов Дэн Сиопина. Сохранение на третий срок. Это нарушение традиций. Это нарушение ритуала. Это слово мироздание в нашем восприятии для китайца. Нарушение ритуала – это то, что для нас разрушение мироздания. Это все очень серьезно. И как он собирается эти задачи решать без, извините, больших потрясений внешних, я не очень понимаю. Но я не китайец. У меня другая психология, поэтому здесь можно спокойно подождать. Спокойно подождать. Важно то, что организованный зелеными мошенниками энергетический кризис и продовольственный голод, в общем, они снижают степень конфронтации конкретно с нами. Запад. То есть перед съездом КПК до сентября, скорее всего, не произойдет никакой спецоперации? Нет, может произойти. Ну, помните, как делегаты, я уже забыл, какого съезда РКПБ в 2020 году шли штурмовать Кронштадт по льду. И погибали при этом, между прочим. Представляете, делегаты 20-го съезда Коммунистической партии Китая в первых рядах освободительного похода. То есть заседание сразу на фронт. Нет, я шучу. Естественно, в Китае это невозможно. В Китае это невозможно, в другое общество. Но мы не имеем на сегодняшний день... Мы имеем, конечно, систему развития признаков, но мы не имеем возможности увидеть эти признаки. Сформулируем это так. Так что сидим, кушаем попкорн и с интересом наблюдаем за процессом. Окей, возвращаемся к внутренней ситуации. Хотя это все очень тесно связано и переплетено, то внешнее, то внутреннее. Вот полгода назад Владимир Владимирович выступил на... Где-то он выступил, мы с вами обсуждали. Я тогда, как бы обобщая его выступление, сказал, «Ну, видимо, Россия станет ковчегом для глобальных элит, для олигархата». И вот Игорь Иванович Шувалов во время МЭП заявил, «Россия является новым ковчегом мировой экономики». Очень похожие образы. Простите, это кто сказал? Это Сечин, Сечин Игорь Иванович. Сечин, это сказал настоящий Игорь Иванович, не путайте с Шуваловым. Виноват. Вот. Да, это сказал Сечин, и это один из, одно из немногих выступлений на этом форуме, которое действительно было очень содержательным, потому что он подробно расписал энергетический кризис, еще раз показал, но уже на более высоком уровне, чем в прошлые годы, что выхода из этого кризиса нет, что блоки политические, что это способ, которым Запад решил уничтожить старую цивилизацию. Энергетический кризис организуется сознательно, рукотворно. И если бы это была ошибка, ее можно было бы исправиться. Как с Украиной, да? Если бы Запад ошибся, привезя к власти фашистов, можно было бы им что-то объяснить. Но когда они привели к власти фашистов, чтобы уничтожить Европу, с нашим участием, еще объяснять нельзя, это хорошая, красивая комбинация. То же самое с энергетическим. И да, единственная страна, которая будет с энергией, это будет мы. Потому что к 40-му году 45% нефти, которая будет потребляться в мире, должна быть с новых месторождений. Новые месторождения в мире одно, это восток-ойл просить Роснефть. С газом очень похожая картинка. Да, можно сколько угодно говорить про новые месторождения. Можно говорить, вот, все восточное Средиземноморье стоит на газе. Ну вот, из всего этого огромного месторождения, которое там ближе к Израилю называется Левиафан, а в других местах называется по-разному, единственное, кто разрабатывает этот газ, вы не поверите Российской Федерации. Роснефть этот газ добывает на шельфе Египта. Все остальные скачут с кастрюйками на голове и рассказывают, как у них все будет скоро хорошо. Подождите, а вот сейчас Европа подписала договор с Израилем о поставках вот этого газа с новых месторождений. Ну, во-первых, эти новые месторождения нужно разбурить, это раз. А, во-вторых, я просто себе представляю, масштабные поставки газа из Израиля в Европу в ситуации греческо-турецкой, ну, если не воинус, контакт крайнего обострения. Просто представляю все эти газовозы, которые идут между турецкими барактарами и греческими С-300, которым еще Валентина Матвенка продала еще в прошлом тысячелетии. А вот, просто дивная картина, сказочная. А еще можете вспомнить, как Германия договорилась с Соединенными Штатами Америки о покупке газа с 1926 года. Это классический пример бизнеса по-советски, когда, значит, договорились о покупке вагона мармелада за 100 тысяч рублей. Ну, и разошлись. Один, сказать, 100 тысяч рублей, другой вагон мармелада. Потому что Германии для этого нужно построить терминалы по приему жирно-природного газа с нуля. А американцам нужно или начать осваивать новые месторождения в Штатах, которых у них нет, либо закупить этот жирный природный газ у нас в Уст-Луге или можно за Полярным кругом на Ямале. Забыл как. Собейцы. Никаких проблем. Нам это вообще фиолетово. Немцы в итоге купят наш газ, во-первых, с 1926 года, а вот так сильно дороже. И даже мы на этом больше заработаем. Да, «Газпром» заработает меньше, а «Россия» больше. Все. И Сечин очень четко показывает эту ситуацию и фиксирует, что, да, дорогие друзья, Россия – это новое в ковчег, потому что у нас зеленое мошенничество не добралось до самых вершин. Мы, исходя из этого безумия, свою стратегию строить не стали. Вот. Ну и, собственно, у нас новое в ковчег. Ну, кого захотим, того возьмем. Но кого не захотим, тем места не будет. Правда, товарищи литовцы? Так как хочется спросить. А что касается Казахстана, вот это вот жесткие высказывания гражданина Такаева. А что он жесткие высказывания, я не понимаю. Ну, он сказал, не признаем. Ну, слушайте, подождите. Вот я очень плохо отношусь к казахстанским властям. Вот этот вот национализм, министра назначили русофобом, мы их спасли от исламистского путча, они сразу нас попросили. Ну, мы, правда, дебилы ушли, и это как бы наша вина. Вот это вот, так сказать, агрессия бесконечная, стимулирование бытовой агрессии. Хорошо, ладно, понимаю. Ну, такая вот, что представили? Он на прошлом питерском форуме зажег, там было какое-то совершенно безумие, никто не знал, куда глаза девать. Ну, это вот просто откровенное безумие в стиле ПТУшника. Ну, а сейчас-то вот все нормально сказано. Вот смотрите, есть Донецкая и Луганская народная республика. Если Российская Федерация нормальное государство, предположим, ну, согласитесь, если мы Херсон включаем в Россию, то ДНР, ЛНР мы включим в Россию тем более. Правильно? Наверняка. Значит, если Россия нормальное государство, какого фига признавать Донецк и Луганск, когда они завтра войдут в состав России, мы их спокойно признаем в качестве России. Что делать? Ну, Михаил Геннадьевич, сейчас же... Другой стране. Другой стране. Если Россия не будет включать в свой состав Донецк и Луганск, значит, Россия ненормальное государство, тогда, простите, что за ними вписываться, за сумасшедшим? В какой статье? Вот и все. То есть вы хотите сказать, что это политический ход, который не имеет под собой никаких таких вот последствий? Знаете, он может быть демонстрацией враждебности. Легко. Он может быть демонстрацией презрения. Он может быть даже демонстрацией русофобии. Простите, пожалуйста. Вполне возможно, что человек, который вам нравится, никакой агрессии в отношении вас не совершает, как было сказано в фильме «Люди в черном», он просто отжимается. Знаете, какой-то анекдот. Когда грузин подходит к мужику, который отжимается на кулачках, трогает его за бочем, «Брат, брат, она уже ушла». Хорошо, но сейчас официальная позиция все-таки состоит в том, что Россия проводит специальную военную операцию на основании договора взаимопомощи с Луганской и Донецкой народными республиками, которые попросили нас принять участие и помочь им избавиться от такой вот... Я сняюсь спросить. Россия проводит спецоперацию на основе договора взаимопомощи с Донецкой и Луганской. Понятно. Казахстан здесь где? Мандат ОДКБ подобных вещей не предусматривает. Хотим участвуем, хотим не участвуем. Там это все прописано. Претензии к чем? Вот то, что Казахстан присоединился к санкциям, заявив, что он не будет пропускать санкционные товары через свою территорию в России из России. Да, это претензия. Это серьезная претензия. Но это о другом. И вообще, как говорит российский бизнес... Наплевать. Я понял. Это все для американских товарищей. Ну, ладно. Окей. Значит, Такаев нас вообще никак не беспокоит. Ничего такого он не сказал. Он беспокоит. Потому что там русофобия и все остальное. Но простите, одичание. Это все должно беспокоить. Но, понимаете, не в связи с его нежеланием признавать Донецк-Кулугас. А Лукашенко признал Донецк-Кулугас? Да? Точно? А Си Цзиньпинь? А Даниэль Артега? А Куба признал? Нет, коллеги. А Таджикистан признал? Который за наш счет живет вместе с Киргизией. Армения признал? Азербайджан признал? Ну, слушайте. Вот здесь я криминала не вижу. Правда. Вот публичное заявление присоединения к санкции для меня это криминал. Да. А вот это нет. Окей, Михаил Геннадьевич. Тогда Литва. Чувствуй себя гуглом. Тогда вопрос Литвы. Причем вот заявлений огромное количество. Ух, мы вам покажем. Причем каждое новое заявление как-то тише и скромнее, чем предыдущее. Что с Литвой? Я стесняюсь спросить. Заявлений чьи? Ой, да кто только не высказывался. Сенаторы, депутаты. Сенаторы, депутаты. Даже как-то, знаете, как у Зоченко. Его любили, его любили продавщицы, машинистки, уборщицы, посудомойки. И даже одна женщина с зубной техникой. Вот это из-за этой силы. Понимаете, российское государство продолжает то, что Белоусов назвал ситуативным реагированием. Надо понимать, после этого интервью это уже не оскорбление. То есть в переводе на русский язык обтекает. Я когда-то сказал, что Министерство иностранных дел можно расшифровывать как мазохизм, потенция, известная фраза Лаврова ДБЛД, на меня обиделись. На меня обиделись до такой степени, что некоторые утверждают, что меня даже в розыск Интерпола объявило одно братское государство, в том числе из-за этого. Но мы же это видим. Мы же санкциями умываемся с 2009 года. Российское руководство превратило Россию в ворну для плевков. Чего вы удивляетесь, что и Литва доплюнула. На самом деле, правильный ответ такой же, как и 8 марта. Правильный ответ – прекращение поставок в Евросоюз всех видов сырья, от которых Евросоюз зависит. С единственным исключением – продолжение прокачки газа по территории Литвы в Калининград. Это простой армейский принцип. Когда я наказываю невиноватых, я наказываю всех остальных за виноватых. Когда взвод отжимается, а виновник этого торжества стоит рядом и отдыхает. Ну, то есть вы фактически сейчас оправдываете ковровые бомбардировки санкциями, которые Запад устроил против нас. Нет, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Причем есть ковровые бомбардировки. А у нас украли деньги. Начнем с всех. Если я ворую у вас деньги, я ставлю себя, скажем так, вне норм повседневного бытового общения. И для того, чтобы осуществить максимально эффективную в истории России коммерческую операцию, самую выгодную, нужно бить по больным местам. Больное место Евросоюза – это газ. Они за эти 100 дней специальной военной операции уже свои газохранилища пополнили очень и очень серьезно. И продолжают пополнять меньшими темпами, потому что мы сократили объем, но все равно продолжаем. Простите, пожалуйста, отключить нахрен. Сформировка, ребята. Если вам нужен газ, то отменяйте все свои санкции. Потому что мы же из-за санкций еще… Газпром это исполняет просто с чудовищным опозданием и в таком каком-то очень гомеопатическом режиме, вегетарианском. Вы знаете, ваши санкции эффективны. Мы ничего не можем сделать. Мы можем поставлять газ только Китаю и, так сказать, американцам. А вам мы не можем поставить ничего. И зерна мы вам поставить не сможем. Минеральных удобрений мы вам поставить не сможем. Ничего, от чего вы зависите, мы вам поставить не сможем. А вот черные металлы забирайте, у нас этого добра завались. И это не критично. С американцами… Так, с Европой понятно. А с Казахстаном как решить вот это вот недопонимание? Знаете, это Восток. И недопонимания решаются деликатными разговорами. Если деликатные разговоры не помогают, то наступают следующие. Но первый этап – это обязательно деликатный разговор. Можете, дорогой брат, мы что-то друг друга плохо понимаем. Не всегда казалось, что вам очень нравилось жить. В чем я не кушаю? Объясните мне. Где моя ошибка? Что вы себе так ведете? И так далее. Но это моя гипотеза. Тот же самый Лавров это исполнит в два миллиона раз профессионально. Вот здесь без вопросов. И даже его начальник департамента, даже не замминистра, тоже исполнит это намного профессиональнее. Вот здесь проблем особых нет. Когда нам что-то по-настоящему нужно решить с Казахстаном, все прекрасно решилось раньше. Так, возвращаясь к Литве. Возвращаясь к Литве. А в Калининграде есть большая электростанция, которая снабжает электричеством не только Калининград, но и всю Прибалтию. Так отключите его нахрен от Прибалтия. Зачем? А еще у нас есть Норвегия. И дебаза НАТО, стоящая на границе, снабжается энергией от нашей электростанции. И других источников нету, потому что Заполярье, Тундра. Отключите его нахрен. И скажите, товарищи норвежцы, там есть литовцы-хулиганики. Ну, не можем. Не можем. Солидарность с братскими жителями Калининграда. Вы там успокойтесь, друзья, в рамках Евросоюза. Скажите, что не запятую ошиблись. Да, мы вам завтра света включим. А, товарищи европейцы, вы нам сначала верните украденные деньги. Отзовите обратно оружие, поставленное на Украину, вместо с боеприпасами. Заодно посмотрите, сколько украинцы налево продали с англичанами. Прекратите всю поддержку Украины. Ну, беженцев себе можете оставить. Можете принимать дальше. Мы же не зверя. А после этого мы с вами сядем за стол переговоров. И будем общаться. И чем позже мы откладываем этот сценарий, тем больше он нам будет стоить. Уж 9 мая про блокаду Калининграда и Литва даже заикнуться не могла. А сейчас безнаказанность рождает насилие, рождает агрессию. Вы еще не можете себе представить, что нам эстонцы придумают. До них-то все медленно доходит, но зато очень основательные. Михаил Геннадьевич, ну эстонцы так вообще перепродают российские нефтепродукты, прекрасно на этом зарабатывают? Да, очень хорошо. Очень хорошо. Михаил Геннадьевич, вы высказываете такую жесткую и вразумительную позицию. На практике мы наблюдаем совершенно другое. Например, вот вы опубликовали в своем телеграм-канале, что оказывается ОБСЕ, наши граждане-депутаты во главе с Толстым еще планировали в заседаниях парламентской ассамблеи Совета Европы принимать участие? Это что такое? Ну что я могу сказать? Ну планировали! Ну то есть это примерно такого же уровня новость, как сын Медведева вернулся в Россию, потому что ему в Америке работать не дали. Какая трагедия. Если бы ему просто не дали в Америке работать, я думаю, он бы от этого не огорчился. Он бы этим наслаждался. Думаю, что там что-то еще что-то было. Логично. Логично. Вы понимаете, вот он вступил в Россию, как над ним надругались? Его немедленно приняли в Единую Россию. Хотя это страшно. Это страшно. Правда. Правда. Ты себе представился, как он кричал, бракался и умолял посадить его в тюрьму за, так сказать, клевету на российскую армию, вооруженной всем? Он сказал, нет. Будет хуже. Будешь членом Едимы России. Будешь оправдывать эту политику. То есть его еще лицом этой политики сделать. Это будет совсем грустно. Смотрите, Михаил Геннадьевич, странности политики с Литвой, с Казахстаном, с Эстонией. Странности? В чем странность? Я не понимаю. Ну, импотент. Ничего не может. Я понимаю. Михаил Геннадьевич, у меня нет депутатской неприкосновенности, я стараюсь аккуратненько. Мне тут аж письмо из Роскомнадзора прислали. Что случилось? Знаете, как я перепугался? Ой. А что случилось? А это, на самом деле, поддельный Роскомнадзор. Ага. Собачка.мейл.ру. Какие-то православные активисты рассылают блогерам требования удалить ролики с критикой патриархии и бизнесов русской православной церкви. А вы им ответили, что, как бы, вы им процитируете патриархов, что часы для того, чтобы люди испытывали большую любовь к иерархии. Это же правильно, это же правда. Что вы? Что вы это самое? Не ступайте с людьми в диалог. Они же хорошие. И хорошие. Они 15 минут после, так сказать, непосредственного взаимодействия с их головным мозгом практически нормально. Поверьте. Вот. Но я же ничего обидного-то не говорю. Я же говорю про импотенцию в политическом смысле исключительно. Про обычную-то, ну, откуда я могу это знать? Ну, дай бог вам здоровья, надеюсь, что у них все хорошо. Иначе у них совсем все было грустно. Но политическая импотенция, она на лицо. Она наглядна, она замечательна. Причем, знаете, она многогранна. Это вот то явление, когда она многогранна. Вот запрашивал, когда у нас пытали под камеру наших инослужащих, как вы убивали потом, все этим дружно возмутились. Возмутились только от МИДа я ничего не услышал. Я написал запрос, дорогие товарищи, минусы. А вот у вас на сайте, где у вас на сайте официальное заявление о вашем отношении к этому чудовищному предъявлению? Где я могу понять, что вы его хотя бы не поддерживаете? Из каких документов? Знаете, они мне писали. Очень хороший, очень исчерпывающий ответ. Только его процитировать не могу, потому что он засекречен. Ну поверьте, они все правильно... Они занимают правильную позицию. Они патриоты. Но это секрет. Ну не секрет, да и... Бесслужебно. Тайные патриоты в тылу российского государственного аппарата. Ну да, да, да. Может быть, по ночам они даже пускают куда-то ввоз какие-нибудь поезда. Чьи? Откуда-куда? Поезда с европейским углем. Поезда с европейскими ценностями. А, ну это очень жесткий удар. Я хотел подвести к тому, что можно понять, что там Литва, Казахстан, внешняя политика, это сложно. У нас были конкретные обещания. Шойгу, Медведева о том, что не дай бог будут наноситься удары по территории Российской Федерации. Мы так ответим, мало никому не покажется. И очередной удар по российской территории. Непосредственно по нефтепрерабатывающему заводу. Еще в марте был аналогичный случай, когда вертолеты прилетели и нанесли ракетный удар по нефтепрерабатывающему заводу в Белгороде. Есть случаи каждую неделю, только не по нефтепрерабатывающему заводу, а по тем или иным объектам. Ну, послушайте. Ну, если я говорю про МИД. Да? Про МИД. Но МИД же органическая часть российского государства. Я бы даже сказал, МИД лучшая часть российского государства. Одна из наилучших эффективных частей российской государственности. Остальные, значит, еще хуже. Ну, чего к Шойгу прицепились? Ну, сказал. Ну, и сказал. Ну, и забыл. Ну, была. Ну, понимаете, фуражка. Она же тесная. Она же натирает иногда. Ну, что ему по Вашингтону бить, по Лондону, по Киеву. У нас до сих пор семь мостов через Днепр, только больших стоят неразобранных. А всего 21 мост нужно разобрать на Украине для того, чтобы парализовать транспортное движение. Ну, чтобы нельзя было подвозить натовские боеприпасы для того, чтобы расстреливать Донецк. И другие города, так сказать, убивать мирное население. Для защиты которого мы, кстати говоря, начали специальную военную операцию. Так люди в телеграм-каналах, они сначала подумали, что российские генералы, они потому не наносят удара по этим мостам, что они не знают их координаты. Понимаете, мост же он обозначен на карте, а карте координаты. Карту надо уметь читать. Если генерал не умеет читать карту, он не может дать команду на уничтожение соответствующего моста. Ну, невозможно. Ну, понимаете, вот вам сейчас сказать, уничтожить мост под Киевом. Ну, что, летать искать, где он там находится? Так это во время Второй мировой войны? Максимум, что я могу сделать с мостом, это взять газовые ключи, попытаться какие-нибудь гайки оттуда выкрутить. Я же не военный человек. Знаете, это во время Второй мировой войны умели попадать по мостам. Не обозначено GPS на отпуск, кстати. А может быть сейчас очень сложно. И люди в телеграм-каналах потрудились специально, написали точнейшие координаты всех этих мостов. И вы знаете, после этого мост через затопу, это, по-моему, Букский лиман, который обеспечивает снабжение в Одессу, разнесли. И даже два раза подряд. Правда, после этого так никто и не говорит, работает этот мост все-таки или не работает, потому что его восстановили. Может же можно восстановить. Но, тем не менее, отреагировали. А на все остальные мосты, по-моему, нет. Очень сложно. Это же не война, это же специальная военная операция. А для нее законы, как и для определенной категории, так сказать, бюрократии, не писаны. Вопрос, который я хочу задать, он все-таки несколько шире. Как должна быть организована во вменяемом государстве система ответственности государственного деятеля за свои слова? Человек, который дискредитировал государственную власть, должен быть наказан публично и демонстративно. Человек, который не исполняет свои функции, должен быть наказан публично и демонстративно для всей управляющей системы. А кто это должен определять? И как? Ну, в правом государстве, прокуратуре, мобилизационном, его непосредственном руководстве. Если я сейчас скажу, что российские генералы, что военное руководство Российской Федерации не исполняет своих обязательств, которые он публично и открыто на себя взял. Если я так скажу, то, в принципе, меня можно привлекать по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Если меня можно привлекать за эти слова, то людей, которые это делают, наверное, можно точно привлекать. Нужно. Наверное, нужно. Нужно. И необходимо. Поэтому в нормальном государстве, что называется, отвечают не только за дела, но и за слова, и за отсутствие дела. У нас даже в Уголовном кодексе написано, когда характеризуется, что такое преступление, это действие или бездействие. Если при мне будут убивать человека, я могу ему помочь, но при этом не дернуть, это тоже будет преступление. Называется соучастие в убийстве. Если я своими словами подорвал авторитет государства в условиях войны с Западом, специальной военной операцией на Украине, я помог бандеровским фашистам, я должен быть на это наказан. Сботиться. Ну или представлен к очередному званию, тут уж как получится. А сейчас подавать какие-то депутатские запросы по этой теме? Не, не, я подал, я подал, и наоборот, запрос. Расскажите, пожалуйста, с какого перепоя, но с условиях военных действий, военнослужащие обеспечиваются вещевым удовольствием по нормам мирного времени, одна гимнастю, один комплект одежды на полгода, и кто за это наказан, и как это исправлено? Расскажите, пожалуйста. Ну вот, 18 июня я должен был получить ответ. Но, вероятно, все были заняты, как выразился один российский чиновник, подготовкой к празднованию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Я им завтра напишу напоминалку, дорогие товарищи, офицеры и генералы, а как у вас там со способностью воспринимать родную речь? Хотя бы, чем на разделе. Знаете, я, когда я, сугубо военные вещи, да, сугубо военные вещи сразу, откуда ты узнал, а дальше начинаются уже большие проблемы для тех, кто воюет непосредственно. Они же, так сказать, иногда, важно, чтобы они не оказались между двух огней. Вот. А здесь эта вещь бытовая, вещь простая, когда мне в Курске требуют, рассказывают, как они трусы солдатам покупают, как депутаты праведливой России решили помочь военным госпиталям, говорят, ну, что там нужно, там, конфетки, фрукты, кому что, потому что там кому-то фрукты нельзя, кому-то сладко нельзя. Главы врачей, господи, говорят, какие фрукты, какие нахрен конфеты, трусы нам закупите с майками, носки нам нужны позарез, у нас этого ничего нет. Минобороны, которая накачивалась деньгами долгие-долгие-долгие годы. Знаете, я даже боюсь спрашивать, кто за это сел, потому что мне могут ответить, что за это сел такой-то вдовольный замминистра, кресло замминистра или какое-нибудь другое красивое, хорошее кресло. Субтитры создавал DimaTorzok